По статистике, около половины браков в нашей стране, к сожалению, заканчиваются разводами. И такие цифры показывают, что семейная жизнь в любой момент может закончиться. И в связи с этим известная поговорка здесь будет как раз, кстати, готовься не летом, а брачный договор еще до регистрации этого самого брака в тонкостях. И о том, насколько необходим действительно этот документ, разберемся со специалистом. С нотариусом города Крестнерска Сергеем Поляковым, доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще, в принципе, появление этого документа, оно довольно такое новое явление. Ну, в том смысле, что это как бы западная такая история, в советское время как такового его не существовало. Или просто о нем не так много говорили? Ну, на самом деле, это не новая норма у нас по брачным договорам. Она действует с момента вступления семейного кодекса, это с 93-го года. Поэтому она давно. Просто распространение получило достаточно широкое только сейчас, да, в современное время. Потому что мы стали больше покупать имущество, в собственности у нас стало, ну и, соответственно, потребовалось решать вопросы имущественных отношений супруга. Кому стоит этот договор заключать в первую очередь? Кому было бы полезно? Ну, на самом деле, полезно было бы его заключать всем гражданам, которые намереваются вступить в брак парам. А также рекомендовано тем уже, которые сейчас находятся в браке, да, для того, чтобы урегулировать их имущественные отношения, их имущественные отношения между другими. Скажите, правильно мы понимаем, что существует брачный договор, а есть уже, допустим, по итогу соглашение о разделе имущества? Вот в чем их различия особенностей? Во-первых, они различаются по времени заключения. Брачный договор у нас может быть заключен как до вступления в брак, так и в период брака. Соглашение же о разделе имущества может быть заключено только в период брака или после его расторжения. Ну, кроме того, брачный договор, он несколько шире, чем соглашение о разделе имущества супругов, так как он может быть заключен как в отношении уже имеющегося у супругов имущества, так и в отношении будущего. Кроме того, супруги могут в брачном договоре предусмотреть их права и обязанности имущественные после расторжения брака, как в содержании одного из супругов, так и в пользовании каким-то имуществом одного из супругов. А соглашение же о разделе, оно может быть заключено только в отношении того имущества, которое с супругами приобретено в период брака. Скажите, а вообще, какой перечень, что может входить в договор, каким образом выглядит этот документ? Ну, я к тому, что вот это, например, можно вписать? Да, любое имущество можно вписать, которое принадлежит или будет принадлежать супругу. То есть никакой суммы там, допустим, это не обязательно какая-то недвижимость или там вот, я не знаю, 100 тысяч, допустим, рублей? Это могут быть и денежные средства, это могут быть доходы супругов, да, то есть участие в доходах каждого из супругов. Это может быть любое движимое и недвижимое имущество. А если какое-то, скажем, может быть не имущество, ну, допустим, вы сказали, что это да. Нет, брачный договор не может, к счастью или к сожалению, регулировать неимущественные отношения супругов, в личные неимущественные отношения, он не может ограничивать дееспособность и правоспособность супругов. Поэтому нельзя, например, в нем указать, что супруг не может, например, ну, как-то грубо разговаривать, да, с супругой. А было, кстати, неплохо. Да, и, ну, ни в коем случае это не может удержать супруга, да, то есть от измены, как некоторые думают, что можно там предусмотреть, чтобы в договоре супруг не ходил. То есть, некоторые думают, что можно списать такую статью, что если один из супругов или кто-то изменяет, то последствия... Нет, дело в том, что это условия наступления определенных последствий, да, то есть вот условия, условия включить в брачный договор о том, что если наступят определенные обстоятельства, да, то имущество будет делиться вот таким образом, это возможно, в принципе, указать, да, но невозможно ограничить личные права и свободы, да, то есть гражданин. А условия включить можно, конечно, почему нет? Получается, можно ли каким-то образом его в процессе изменять, или вот как мы составили, так и... Да, брачный договор супруги могут по обоюдному согласию расторгнуть или изменить в любое время, в период брака. Если согласие одному из супругов не получено, то он может быть изменен, он может быть изменен только в суде, да, по основаниям, указанным в законе. А скажите, а еще может быть такая ситуация, например, так много мы об этом спрашиваем, как будто нам вот это предстоит. Но, тем не менее, любопытный вопрос, действительно, потому что, я так понимаю, что уже во всем мире эта практика очень используется, особенно, когда касается это миллионов или миллиардов долларов, что нам пока не грозит. Но, тем не менее, вот относительно того, что не только между супругами, допустим, будет делиться имущество, а, допустим, что-то отходит ребенку, это так же можно сказать? Вот дело в том, что, еще раз повторяю, что брачный договор, это все-таки соглашение, заключаемое в отношении имущества супругов. В двух людей все. Да. Предусмотреть, что имущество будет передано кому-то другому, одному из детей, в брачном договоре невозможно, да, и более того, вопросы содержания детей, они регулируются несколько другим документом, это у нас алиментное соглашение, да, то есть, а брачный договор не может. Ну, в общем-то, то есть, регулируют эти документы на то, что с чем ты пришел, с тем должен вроде как выйти. Ну, не совсем, почему, да. И на самом деле, вот зря так многие думают у нас, что брачный договор, брачный договор это что-то такое плохое, да, неминуемое ведущее к разводу, да, и разладу в семье. Нет, наоборот, оно укрепляет семейные отношения, да, так как супруги понимают, что доходы делятся у нас, мы договорились определенным путем случае развода, супруг или супруга, они тоже сразу понимают, что им будет какая-то часть имущества передана, да, или их содержание будет определено на оставшиеся предыдущие. Спасибо большое. Что ж, спасибо большое, тема действительно интересная и важная, более-менее попытались с ней разобраться. Благодаря Сергею Полякову, Натальи Сигурда-Краснерска, спасибо вам большое. Спасибо.